Девушки отдыхают И вот сегодня, хотя мы сейчас говорим об этом с улыбкой, но с достаточно грустной историей, пришла ко мне в гости Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы с вами поговорим, давайте посмотрим, о чем нам Наташа рассказала ранее. Наталья в шлюбе с человеком уже 5 лет. За ради собственного житла вымушена жить со свекрухой. В последнее время это стало просто невыносимо, так как в глаза она мне никогда ничего не говорит, но со своими подругами постоянно все обсуждают на улице. Я даже не могу спокойно зайти даже в подъезд. Я чувствую, что обо мне говорят, мне такое впечатление, что меня просто обливает кипятком. Я стала в последнее время очень нервозная, раздражительная. С мужем у меня постоянные конфликты, и на работе у меня не ладится. Моя жизнь и те слухи и сплетни, которые обо мне ходят, это, к сожалению, жизнь двух разных людей. Я много раз уже пыталась поговорить со свекровью, но она все отрицает. Она говорит, что я не сплетничаю, я просто общаюсь, это мои подружки, друзья, соседи, с которыми я много лет живу. Мы упомянули свекровью на горячем. Та запитали, навещу ей плиткувать про новостку. Я не знаю, что такое, почему вы пришли по такому вопросу. У нас все хорошо. Я не сплетничаю. Мы просто сегодня видели, как вы с подружками обсуждали. Мы с подружками много лет вместе, и когда у нас возникают сложные ситуации семейные, я просто с ними советуюсь. Я не сплетничаю. Пытаем о подруг. Может, они зазнаются в плитках? Мы этим не занимаемся. Нет. Наталья Олеговна, наша подруга. Мы очень много лет дружим. Мы 37 лет вместе. Друг о друге знаем. И это она нам сама рассказывала. Да. И это не сплетни. Нет, нет, нет. И мы видим. Мы знаем ее ситуацию в доме. Как она с невесткой, как сын. Мы все это знаем. Нет. Невестка у нее... Нет. А вот Наталья Олеговна замечательный человек. Замечательный. Эксперты программы «Все будет добре» допоможут разобраться с плитками и сделают все возможное, чтобы помирить невестку с свекрухой. Вот такая история. Где же все-таки грань между сплетнями и просто разговорами? Ты знаешь, Надя, я сама на себе когда-то испытала подобные чувства. У меня был такой случай, когда я иду домой, еще я жила с родителями. Это там последние классы школы. И тут встречаю соседку. И соседка начинает в подробностях интересоваться болезнью, которой я болела в тот момент. И я понимаю, что единственный источник информации – это моя мама. Но мне было настолько неприятно. То есть я понимаю, что она советовалась с людьми. Но для того, чтобы посоветоваться, надо же рассказать вступление какое-то. Что там где болит, где колет, где напухает. И люди добрые советуют. Но мне было настолько неприятно, что вот какая-то моя личная информация в неизвестном количестве выставлена на обозрение и уже искажена. Потому что исходя из слов, я понимаю, что уже есть там какие-то добавления. И вот я очень хорошо понимаю чувства нашей героини, потому что это действительно неприятно. Я со сплетнями тоже не расталкивалась. И лично в свою сторону. Два года назад я взялась за активное похудение. Ну и сбросила, ну скажем так, килограмм 30. Вот молча все работало над собой. Все это понятно. Но было придумано очень много. Куда я делаю? Что со мной? Что со мной случилось? Потом придумали мне 151 болезнь. Да, действительно, сплетничают практически обо всех. История Натальи и Натальи Олеговны не единичная. Но сегодня у нас есть возможность поговорить именно с вами. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Наши эксперты попробуют вас примирить. Да что там попробуют? Я уверена, что это произойдет. Было бы желание и доброе намерение, которое вы подтвердили, когда уже пришли сегодня ко мне в гости. Давайте для начала прокомментируем конфликт. Начнем с Натальи. Я пришла с такой проблемой к вам, потому что, к сожалению, мы не можем найти общий язык. Так сложилось, что моя свекровь постоянно вмешивается в нашу жизнь с мужем. На этой почве у нас с мужем постоянные конфликты. Ну, например, вот мой муж недавно устроился на очень хорошую высокооплачиваемую работу. И тут же стали у нас во дворе говорить, что мой муж стал директором фирмы. Коллега моего мужа живет в соседнем подъезде. Естественно, слухи дошли на работу мужа. На работе над ним подшучивают. Предвзятые отношения начальства сейчас. Муж постоянно нервничает. Он постоянно раздраженный. У нас на этой почве с ним очень большой конфликт, так как он считает, что именно я рассказала своим подругам о том, что он директор фирмы, чтобы похвастаться. А это не вы рассказали? Нет. Дело в том, что об этом знала только я и моя свекровь. Если я не говорила, то, понятное дело, я говорю, что это сказала свекровь. Наталья Олеговна, ну, видите, вот как неудобно получилось из-за того, что подробности, в общем-то, личной жизни вашего сына и его супруги стали обсуждать. Это вы стали источником этой информации? Понимаете, у меня сын – это свет в окне. Я вдова. Это единственное в жизни, что у меня есть. Я живу в этом доме 37 лет, понимаете? Это мои подруги, это святое. И мы с ними все обсуждаем. У них тоже невестки. Они знают, как сын мой рос. И я ничего плохого, ну, понимаете, это не сплетни. Мы просто советуемся, потому что, ну, вы понимаете, они все время на работе. А это те люди, которые меня поддерживают, которые меня понимают. И я не считаю, что я сплетница. Я горжусь своим сыном. Итак, Наталья Олеговна считает, что никакого злого умысла здесь нет. Она действует из лучших побуждений, любит сына и невестку. Ну, я хочу сказать, что надо определить, что относится к категории сплетен. К категории сплетен относится умышленное искажение информации. Либо очень сильно приукрашивает так, что от истины это становится очень далеко. Вот это вот то, что является настоящей сплетней. В данном случае, вот на мой взгляд, это пример искажения информации, но и даже, возможно, не мамой, уважаемой нашей гости, а уже теми людьми, с которыми она общается. У Наташи самая обычная жизнь, которую она живет, ну, вот как обычная женщина со своей семьей, со своим мужем. И то, что сказано, оно является, ну, вначале полуправдой, немножечко приукрашено. Потом совсем на 70% совсем неправда, а потом вообще полным враньем. Именно это является ниточкой рождения сплетни. И это делает цепь языков. Это делает не один язык. Мама начала, подружка подхватила, и каждая поддала свои 20%. И еще моя бабушка говорила мне давно, если хочешь, чтобы что-то сложилось у тебя в жизни, молчи, не кажи гоп, пока не перескочишь. Мое убеждение, что в данной ситуации Наталья Олеговна, ну, не виновата. Она сказала чистую правду. Ну, разве можно предположить, что вот так вот все обернется? Ну, это то же самое, что сказать, что сын получил пятерку, да, там, когда он в школьном возрасте. Ну, так разве этого нельзя сказать? Конечно, можно. Вопрос просто в том, что я бы порекомендовала вам, Наталья Олеговна, все-таки попытаться установить, благодаря кому информация сильно исказилась. Вот есть такой метод простой. Когда вы берете вот этим пятерым своим подругам, рассказываете с разным акцентом одну и ту же историю. И вот какая история приобретет самого большого распространения, вот этот человек и выносит ссор из избы в искаженном варианте. Сплетни имеют энергетику вот кинжала в спину, брошенного ножа или брошенного острого предмета. Потому я некоторые защиты, когда помогаю людям, вычитываю именно в спину. Наташ, ну, я так понимаю, что распространение сплетен или слухов касалось не только профессиональной жизни, но и личной, да? Личная меня, да, касалась. Ну, например? Я, бывает, часто задерживаюсь на работе. Так. И меня мой коллега неоднократно уже подвозил домой прямо под подъезд. Прям Наталья Олеговна сейчас уже строго на вас посмотрела. Мне нечего как бы скрывать, муж мне доверяет. Как бы, если бы мне было что скрывать, я бы уж точно не подъехала под подъезд. Ну да, то есть муж об этом знал. Тут же стали ходить сплетни, что я мужу изменяю. Ой-ой-ой. Да, что любовник не стесняется подвозит меня прямо под подъезд. То есть, естественно, опять у нас с мужем конфликт. Вроде бы муж мне доверяет. Но аккуратненько меня попросила этого больше не делать, чтобы не было скандалов. Говорит, если тебя подвозит коллега, пожалуйста, выходи на один квартал раньше и приходи домой пешком. А откуда муж узнал? Не вы сказали сыну, что подвозит? Нет. Я сына, наоборот, оберегаю. Понимаете, я думаю, если у них там что-то не так, я же не буду его подставлять вот под такой удар. Я, наоборот, посоветовалась со своими подругами. Никому ничего особо не говорила. Я не говорила о плохих словах. А те люди, которые переврали потом, добавили, досказали, они являются, в принципе, энергетическими вампирами. Потому что они не просто прослушали, а они обсасывали, объедали эти косточки, питались энергетикой чужого счастья. Одна из главных причин – это эмоциональный голод. Я хочу сказать, Наташа, что вы можете повлиять на эту ситуацию тем, что просто иногда лишний раз пригласить свою свекровь на чашечку кофе. Посмотрите, как она прям с поддержкой моих слов. Вы знаете, я хочу сказать, что по принципам психологии общения люди искажают информацию уже в момент того, когда они ее слушают. То есть уже в этот момент каждый понимает за каким-то словом свой подтекст. Поэтому даже не желая того, он может распространить сплетню. Из 100% информации до собеседника в среднем доходит 70% из того, что вы задумали. Это просто статистика. Но решает ли человек, который действует таким образом, свои внутренние проблемы? Я так понимаю, что они и есть у сплетников. Когда у человека жизнь насыщена, у него нет интереса, как живет сосед за забором. Когда жизнь недостаточно насыщена, тогда да. Но, Наталья Олеговна, что я вам могу еще порекомендовать, это тоже перестать жить только жизнью семьи своего сына. Вы можете найти массу для себя занятий, увлечений, новых подруг, новые хобби, куда-то пойти. То есть очень часто мы сами себя ограничиваем в этих четырех стенах, когда мы делимся. Люди, которые дают нам советы, они не профессионалы в этой сфере, по которой мы советуемся. Они, как правило, сами несчастные в этих же вопросах. Вообще совет надо спрашивать только у того, кто успешен в этой сфере. То, о чем мы говорим и то, о чем мы сплетничаем, благодаря теме, если понять, о чем мы больше всего говорим, можно сделать такой самоанализ. Это то, что у нас болит. Если я чаще всего говорю о чьих-то деньгах, кто сколько зарабатывает, значит, у меня проблемы с деньгами. Если я чаще всего говорю в подробностях про чью-то личную жизнь, значит, мне недостает любви и личной жизни. Если я чаще всего говорю про здоровье, значит, у меня проблемы со здоровьем. Вот про чьё-то здоровье, да, в подробностях. Благодаря тому, о чём хочется говорить, обратить внимание на эту же сферу в собственной жизни. И я считаю, что это точно так. Иногда с помощью сплетни человек пытается отомстить кому-то. Ну, это же очень удобно. Взял, пустил какую-то ненужную информацию, а вон её мужчины подвозят под дом. И ты уже как бы ничего не сделал, да, напрямую ты не подошёл и не ударил. Но этого достаточно для того, чтобы человеку сделать плохо. Затем это способ самоутвердиться. Когда некоторые люди унижают других, они в этом процессе чувствуют себя лучше. Чувствуют, что они выше кого-то. Вот когда я говорю про кого-то плохо, я же сразу хорошая, а он плохой. Вот я говорю, о, какая плохая хозяйка. Это подразумевается сразу, что я отличная хозяйка, и я имею право об этом говорить. Ну да. Затем сплетни – это ещё способ просто разнообразить свою жизнь, скоротать время. Я думаю, что люди, которые распускают слухи, они часто сами не понимают, насколько они несчастные. И вот первое, что нужно сделать, если вы замечаете за собой потребность посудачить, вот даже посудачить, даже не искажать информацию сознательно, уже надо задуматься о том, что вы несчастливый человек, недостаточно счастливый. И вам нужно просто начать делать что-то для того, чтобы это изменить. Потому что пока мы говорим о жизнях других людей, мы ничего не делаем в собственной жизни. Мы пассивны в собственной жизни, снимая с себя ответственность за собственные неудачи. Наталья Олеговна, ну вот мы разложили, как говорится, по полочкам портрет сплетницы. Вы себя узнаёте хотя бы в чём? Вы знаете, мне так стыдно. Это кошмар какой-то. Только не расстраивайтесь. Я не хотела, честно. Вы знаете, я только из хороших побуждений. Я никогда больше ни слова никому не скажу. Я буду только с вами. Я только буду с вами разговаривать на все темы. А вы тоже разговаривайте со мной побольше. Прости меня, девочка. Прости меня. Наташа, это очень важный момент, потому что далеко не у каждой женщины есть такая мудрая свекровь, которая готова признать свои ошибки. Это очень важно. Я, вы знаете, я вот такое откровение хочу сейчас сказать. Я когда-то не понимала этого. У меня родители живут в частном доме. Я выходила из дома, и у меня мама, прямо вот слёзы на глаза, берёт и обламывает мне сирень и даёт мне эти ветки. Я думаю, я ей говорю, мама, ну зачем мне эта сирень? Думаю, сейчас я с этой сиренью буду ехать в автобусе, она там вся упадёт, пока я доеду, она мне не нужна. А потом стою и думаю, Наташа, вот ты взрослый, умный человек, вот подумай, если она тебе даёт эту сирень, значит, ей просто надо тебе что-нибудь дать. И обратите внимание, до какому бабушке или дедушке не зайдите, они всегда в платочке дадут какое-то печенье, яблочко, потому что это просто необходимость наших родителей, бабушек, дедушек, старших людей, просто их потребность делиться, чувствовать, что я есть и я нужен. Я хочу сейчас затронуть тему реакции на сплетню. Я вам расскажу один случай, очень интереснейший, с моей подругой, очень такая, знаете, деловая и очень хваткая, делающая успешную карьеру. Карьера предполагает собой общение с огромным количеством мужчин. И вот, конечно же, сплетни. Ха, она карьеру сделала. Да, она переспала здесь со всеми. И там, и там, и вот там. И сплетни доходят до её мужа. Она спокойно, очень спокойно поправляет прическу и говорит, я переспала со всеми? Однозначно да. Мне 40 лет, а вы попробуйте в 40 лет переспать со всеми. Вот, Алена, поддержать тебя и сказать, что самое страшное, что мы начинаем делать, когда нас удачить, это оправдываться. Да. Как только ты начинаешь оправдываться, это признак того, что ты виноват. То есть это подтверждение, это фактически подписаться. Поэтому оправдываться нельзя. И необходимо принять такой принцип. Вот я когда-то себе это сказала, что я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Если вы просто живёте, этого уже достаточно для того, чтобы вы кому-то не нравились. Вот это факт. Просто вот, если у вас что-то в жизни получилось, это ещё одна причина, почему вы можете не нравиться. И когда люди чувствуют себя неудачниками, они в тех людях, которые просто трудились больше, всегда будут видеть каких-то людей, у которых где-то есть связи, волосатая лапа, переспала, что-нибудь такое. То есть, ну, тут можно только посочувствовать. Самое главное, надо принять для себя принцип не оправдываться, а либо уходить в нейтралитет, либо подбрасывать дрова, чтобы люди вообще с ума сходили. Ещё вообще не знали, как свести этих три факта в одну кучу. Например, подвозит вас этот мужчина под подъезд. Очень хитрый момент я вам предлагаю. С цветами вы выходите из машины, и вас встречает ваш муж. Представляете, что будет с соседями? У них просто разорвётся вообще реальность. Это невозможное. Вот необходимо делать такие вещи, которые разрывают шаблоны. Или выходит, ваша свекровь даёт ему там пирожки, понимаете? Существует ли энергетическая защита от сплети? Первое, я вам хочу сказать, ваша спина должна являться очень крепким щитом. Поэтому, принимая утренний душ, визуализируйте очень крепкий щит, металлический или серебряный. В щит ваш сзади летят ножи, они лишь ударяются со звоном и отлетают. Когда вы моетесь утром, принимайте душ, обращайтесь ко всем силам природы, которые вам помогают. Солнце помогай, вода смывай, земля убирай. И каким-то своим, каким-то образом общайтесь с земными стихиями. Пожалейте сплетника, но это обезоруживает яд. Жалость и какое-то человеческое участие нейтрализует яд. Очень важный момент, ещё есть психологическое упражнение такое. Это представить, что вы находитесь под стаканом. Когда вы проходите мимо тех людей, которые вас обсуждают, что вы под защитой. Это вообще магические техники. Конечно. А психология откуда вообще произошла, Алена? Давай уже на всю страну это признаем. Мы коллеги, да. Элементы магии есть в психологии современной. Люди плохо о вас говорят, вы начинаете расстраиваться. Вы начинаете сомневаться, правильно ли вы действуете. Вы начинаете бояться просто этой зависти. Поэтому очень важно, вот говорят о вас плохо, подумать, да, окей, хорошо. Может быть, вам так кажется, но зато я успешная, я счастливая. Я ещё какая-то... Напомнить себе о том, что у вас получилось. Для того, чтобы ни в коем случае не включиться на вот эту позицию мышления сплетников. Необходимо повторять ободряющие слова, напоминать себе о том, что у меня получается, я успешна. И именно поэтому эти люди обо мне говорят. Такие прекрасные, а главное, действенные советы, я думаю, изменили точку зрения Натальи и Натальи Олеговны на ситуацию, которая сложилась в вашей семье. Вот скажите, пожалуйста, какие впечатления у вас, может быть, какие выводы вы сделали после встречи с нашими экспертами? Большое вам спасибо. Я была под каким-то эгоизмом своих чувств. Вы знаете, вот что значит специалисты? Спасибо вам большое, дай вам Бог здоровья, и пусть процветает ваша передача. Спасибо действительно большое, я понимаю, что я не зря пришла, и я хочу сказать, что всё-таки здесь есть доля моей вины, поэтому будем общаться, мама на кухне, и будем обсуждать соседок. Я хочу ещё на будущее порекомендовать вам, какие ободряющие сова можно применять. Вот когда вас плохо говорят, напоминайте себе. Да, обо мне говорят, потому что я успешная, потому что я лучше кого-то. Вы говорите за моей спиной, значит, я впереди. Вы обсуждаете мою жизнь, значит, она интереснее вашей. Вы ищете во мне недостатки, значит, я лучше вас. Это те фразы, которые необходимо повторять для того, чтобы напоминать себе, почему о вас судачат. И помните, что от сплетен страдает и сплетник, и жертва. Иногда просто нужно придержать язычок. Спасибо, что были у меня в гостях, что поделили свои истории. Спасибо вам огромное. Встретимся завтра, и всё будет доброе.